23 августа на еженедельном совещании глава города поздравил команду буйских спортсменов, которые заняли второе место на чемпионате области. Игорь Александрович поблагодарил всех причастных к подготовке спортсменов к соревнованиям. Как доложил заместитель начальника МОМВД России Буйский Андрей Пестов, всего по городу зарегистрировано 168 сообщений, из них 79 о происшествиях. Потеряли связь с близкими два человека, оба найдены. Заявление о краже 13, 10 из них раскрыты. Три дела о мошенничестве, а также одна попытка суицида и один суицид. Всего составлено 142 административных протокола. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны Поповой, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе напряженная. За прошедшую неделю заболевших 26 человек, 10 из которых – люди старше 60 лет и один несовершеннолетний. Снижение заболеваемости по сравнению с прошедшей неделей составило 33%. Первым компонентом вакцины привился 91 человек. Вторым – 421 человек. Вакцина из «Спутник Лайт» – 120 человек. Общее количество заболевших на сегодняшний день – 1148 человек. Всего выздоровело 1059 человек. Умерших за весь период – 24 человека. Как отмечалось на совещании, темп вакцинации жителей города заметно снизился. Директор Буйской ЦРБ Игорь Нефёдов доложил об оставшемся количестве доз вакцины. Первый компонент вакцины – остаток 245 доз. Второго компонента – 1150 доз. «Спутника Лайт» – остаток 82 дозы. По словам Игоря Нефёдова, получено около 600 доз вакцины «Лайт» и около 200 доз «Спутника Ви». Как сообщил представитель ООО «Тепловодоканал», починили колонку в поселке Салама, а также закончили ремонт водопровода на пересечении улиц Островского и Республиканская. Предприятие «Дорожник» занималось очисткой от придорожного мусора по всему городу, ремонтом дорожных знаков. На улице Загородной закончилась уборка грунта. Вне контракта прошла уборка бытовой канализации на улице 1 мая. По словам начальника отдела образования Ольги Валенковой, все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. 25 августа осуществится поставка оборудования и мебели для образовательных учреждений нашего города в Кострому. На данный момент вакцинировалось работников образования 321 человек из 551. Выплаты получат 257 первоклассников. С 23 по 29 августа проводится карантин на базе одного детского сада в связи с заболеваемостью ОРВИ. По словам представителя отдела по делам культуры, молодежи и спорта, с 18 по 21 августа проходили 20-летние спортивные игры на призы губернатора области. В них приняли участие 16 буйских спортсменов. Их итог – 6 золотых медалей, 6 бронзовых и 1 серебряная медаль. В командном первенстве мы заняли второе место. Стало известно, что ограничения по количеству человек в массовых мероприятиях разрешены на 50% только во Дворце культуры. Ограничения продлены до 20 сентября. Ремонт в художественной школе до 1 сентября не будет завершен из-за большого объема работ. По проблеме уличного освещения большая часть заявок получена и выполнена. До 1 сентября разметка дорог будет готова.